На данном поле, то, что вы видите, это озимая пшеница. Здесь порядка 130 гектар поле засеяно. Ну, она, скажем так, практически в идеальном стане. Поэтому на это поле у нас большие надежды. Я надеюсь, что соберем очень хороший урожай. С правой, то, что вы видите, это посевы озимого репака, рапса. Ну, то же самое, поле в идеальном состоянии. Надеемся на хороший урожай, поэтому будем ждать. Еще немного нужно приложить усилий, сделать пару обработок, и все будет хорошо. А який тут масштаб? На этом поле 80 гектар, общая площадь. 35-40 центнерів рапсу та 45-50 центнерів пшениці очікують зібрати з одного гектару полів відповідно, каже Роман Тарасевич. І далі показує інше поле, яке засеяли два тижні тому. Посеян яровой горох «Царевич», 130 гектар, мы посеяли его буквально две недели назад. Прогнозируем тоже хороший урожай, в районе где-то 25-30 центнерів, я думаю, должны убрать. При нынешних погодних условиях, я надеюсь, что буквально там неделя, дней десять, и все это, то, что вы видите сейчас рядочки, это все покроется зеленым коваром. Мы уже, прежде чем посеять, внесли сюда удобрения. Ну, здесь нам еще придется сделать пару обработок от Брукуса и сбирать будем десь июль месяц. Нагадаємо, посівна кампанія розпочалася наприкінці березня, коли техніка виїхала на підготовку полів. Загалом у господарстві близько двох тисяч гектарів землі, каже Роман Тарасевич, який у сільському господарстві з 2001 року. Посівна идет за графиком, единственное, вносяться коррективи, которые, к сожалению, с военними действиями и очень сильно отражаются на нас. Ну, а так все идет за планом. На приплату? Ну, на данный момент мы сейчас закончили посівную ранних зерновых культур, то есть мы отсеяли горох на площади 250 гектар и ячмень, яровой, где-то в районе 50 гектар. Проблема у нас с топливом, ну, так как мы, в частности, наше хозяйство было закуплено и нам хватит до уборки, я надеюсь, дизельного топлива, то с военними действиями, во-первых, цена возросла, во-вторых, его, ну, как бы, нету. И очень большая проблема на сегодняшний день – это с реализацией. Так как у нас есть остатки, которые в нормальном количестве находятся на складах с того года, но мы не можем реализовать продукцию. И, к сожалению, из-за логистики цена упала на обороты нашу продукцию. Поэтому в этом, как бы, есть определенные сложности. Также есть сложности с подвозом семян. Мы успели закупиться и, в принципе, как бы на пассивную удобрения у нас хватает. Но это все запасы прошлого года. Сейчас украинские предприятия в основном остановились из-за военных действий. Ну, мы, как бы, не забегаем наперед, живем сейчас. Ну, да, у нас, как бы, обновлен парк техники, поэтому мы работаем, я же говорю, у нас мы работаем в полном режиме. Техники хватает, все хватает. Люди, военкомат и с помощью громады военкомата нам предоставили бронь на наших сотрудников, которые механизаторы являются основными работниками. То есть в этом направлении все хорошо. Больше упор мы будем делать на продовольственные культуры. Это такие, как пшеница, кукуруза, ячмень. Ну, а дальше будем смотреть уже, выходя из ситуации. Потому что, к примеру, около 300 гектаров у нас посеяно рапса. Рапс в основном шел на экспорт, как сырье. Будет экспорт, не будет, ну, мы до конца не понимаем. Но, тем не менее, так как это озимая культура, и она уже посеяна, в этом году мы ее еще выращиваем. Ну, в дальнейшем будем разбираться и смотреть. Основная наша задача будет искать реализацию продукции, потому что львину долю экспорта экспортировалось, все экспортировалось через порты. Рассматриваем логистику по железной дороге, рассматриваем автотранспорт, но пока это все в процессе. Но на данный вопрос, я думаю, что нам поможет государство с этим справиться. З наступного тижня, каже Роман Тарасевич, планует засевать кукурудзу. Новини на Суспільному. Запріжжя.